12 июня НАТО показало спутниковые фото, подтверждающие, что с территории России на Донбасс проникли российские танки. В начале июля путинский пропагандист Кургинян открыто признал факт снабжения террористов Донбасса России. Россия оказывает вам военно-техническую помощь. Военная техника в начале шла безобразно. За последние две или три недели ситуация резко изменилась. Россия оказывает вам военно-техническую помощь. Россия не оказала вам, не поставила ни одного автомата, Россия не поставила ни одного пулемета, Россия не поставила вам ничего. Вы нагло вжёте. В том, что я видел это дело. Где? В самых разных точках, которые я, естественно, без изображений того, что здесь есть камеры, не буду называть. Я Павел Губарев, народный губернатор. Так вы, Павел Губарев? Да! Ах, ты Павел Губарев! Ага! Так сказать, вопрос заключается в том, что вы даже не осмелились сказать, кто вы. И вы постоянно получаете очень плохие недели в четвёртой категории недели. За последние две или три недели ситуация резко изменилась. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, короче, эта штука называется... Так, короче, эта штука называется YouTube. Я понимаю то, что многим в России сейчас это как, ну, Макдональдс, например, да, там какие-то вот такие клёвые вещи, которые являются плодами современной цивилизации. И, возможно, видя вот это и что оно работает, у них это как серпом по яйцам. Ну, и такое бывает, надо уметь. Вот, кто умеет, тот найдёт. Значит, что мы видим? Это прикольный ролик, называется «Террористы обстреливают Донецкие аэропорты жилого дома». Как мы видим, это с сайта там Первого канала, точнее, это вот ролик Первого канала. Вот мы даже видим тут логотипчик, пардон за хреновый качество, ну, как есть. Вот. Что мы должны уяснить из этого замечательного ролика? Он снимается в году так, в 14-м или в 15-м, в этих самых ЛНРы, да, конкретно вот Донецкая область. И, судя из названия, чё-то кто-то там будет обстреливать какой-то аэропорт. Я там не был, ну, прям, наверное, экшен будет очень хороший. Я даже не знаю, и, судя по всему, это, наверное, какой-то жилой дом, вот как мне кажется. Ну, вот чё-то похоже, вроде не бункер никакой, не подвал, да, давайте смотреть, я думаю, это очень интересно. Ну, лифт здесь уже давно не работает, потому что в доме нет электричества. Послушайте, я вижу совершенно удивительную вещь, мне кажется. Ой, послушайте, я тоже вижу совершенно удивительную вещь. В жилом доме живёт бабушка. Ну, судя по чертаниям, как я это видел, я, конечно, не настрадамус, но очень похож на бабушку. И по этому жилому дому, многоэтажному, судя по тому, что там есть лестница, несколько этажей, вот это всё, да, там, возможно, помимо бабушки ещё кто-то живёт, но почему-то там ходят какие-то вооружённые люди. Мне очень крайне интересен этот сюжет оказался. Я же пока, ну, как бы не понимаю, что там дальше будет, да. Сейчас, я думаю, прям всё завернётся, и мы с вами раскроем вот эту вот ситуацию, осознаем для себя, что же делают вооружённые люди в жилом доме, в котором живёт бабушка. Реально очень интересно. Одна из жительниц этого дома. Здравствуйте. Здравствуйте. Жить здесь не боитесь? Нет, не боюсь. Я вот как бы очень, видимо, тупой человек, но я, если правильно понимаю, это тот же самый дом, в котором живёт бабушка и ещё, возможно, какие-то живые, ну, как бы живые люди, да, жильцы этого дома. И вот тут какая-то штука стоит, очень похожая на АЭГС вроде. Я не совсем понимаю, что за приколы здесь происходят на этом видео, потому что жилой дом и из жилого дома куда-то стреляют. Да, судя по названию, в сторону Донецкого аэропорта. Я, конечно, человек не ясновидящий, а данный ролик я вот прям утверждаю, что я его до этого не видел. Но, как мне кажется, если ты по кому-то стреляешь, есть очень большая вероятность того, что тебе начнёт прилетать в ответ. Но, может быть, я не прав. Давайте смотреть дальше. Больше работает сейчас АЭГС, это автоматический гранатомёт в сторону аэропорта, потому что там активизировалась украинская армия. Будет жестовидно, смотрите, по жилым домам. А потом будут говорить, что они не расстреливают мирное население. Возьми камеру, частный сектар. А потом ворачиваю украинскую армию, не стреляют. И не ведут прямые мотки, частный сектар. АЭГС сейчас будет опять менять свою позицию, потому что вполне возможно, что прилетит ответка. Ствол ещё. О, да. Ствол ещё тёплый. Ну, слышите, этот грохот обрабатывает периметр вокруг нашего здания. Не знаю уж, попадут в крышу, не попадут, но это работает сейчас в град. Вот уже социально. Вторая машина прилетела. Вот. Хорошо. Залтов 80. Короче, я, блин, не ожидал, что будет такой жесткий экшен. То есть, правильно ли я понимаю, что я на этом видео увидел, как какие-то уроды из жилого дома обстреливают аэропорт, судя по названию. А потом жалуются, что что-то им обратно прилетает. Так вот, дебилы, вы когда рассказываете про то, как классно воюет русская армия, как она там, типа, всё супер, всё замечательно делает, посмотрите такие видео. Это же наши мальчики, лыныры и дыныры. Где были наши войска в том числе? И куда мы поставляли технику вооружения с 14-го года? Или вы реально веруете в то, что шахтёры там, где-то в шахтах нашли современные танки, разные виды вооружения, даже которые на тот момент не состояли на балансе вооружённых сил Российской Федерации, но были изготовлены в России? Вы серьёзно, блядь? Смотрите, дебилы, вот на это. Это снимало российское телевидение Первый канал. Они это даже пропустили, собственно говоря, в свой эфир. Они просто не понимали, что они засняли. А тут всё чётко видно. Наши мальчики, прикрываясь мирником, садясь в жилые дома, ведут боевые действия с своим противником, который элементарно пытается их выбить, как террористов, незаконно попавших на территорию вот этих вот республик так называемых, а это конкретно сепаратисты. У нас в Чечне похожая ситуация была, мы что там вытворили? И здесь, типа, получается та же самая бодяга. Если бы не помогали, эта хрень бы закончилась там, как там Гильгин сказал, если бы не мы, то весь бы вот этот Донбасс закончился, как в Одессе. То есть буквально день-два, там, может быть, неделя. Антисеррористическую операцию объявили, загасили всех вот этих вот дебилов, которые разжигали русскую весну на Донбассе, и все бы мирно жили дальше. А теперь имеем, ребята, то, что имеем. И если к вам это прилетает, ну не обижайтесь, это последствия этого, потому что вы не интересовались политикой, вам было плевать, это там Хохлыевы, Букарбандеровцы, вот это все. Хотя, фактически, мы живем в государстве, которое с собой олицетворяет современный фашизм. Под нас даже придумали такое клевое название, расисты. Ну, я думаю, вы и так в курсе. Давайте конченая удача. Виктор Розовик на наших экранах, защитник Украины, который, я думаю, не потребует на него представления, я просто напоминаю так, что воец 3-го окрепо-штурмового бригада и брав участь у бояк за Киев, звільнені Херсону, в битве за Патмут и осознав поранення в облице, за подавденьку. Зараз мы будем играть передать. И сегодня ковид распочне наш поведение. Виктор Розовик Розовик Продолжение следует...